КОНЕЦ 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 Часть людей, которые говорят, что никогда ни при каких обстоятельствах наших людей, конечно, это те из наших сограждан, кто еще не сбежал за границу и хотят поражения отечеству. Но есть и другое огромное количество людей, которых просто эта проблема страшит, я их понимаю. Нужно не... это очень трудно мыслить о немыслимом. Но я всегда в таких случаях говорю, что пацифисты, в том числе ядерные пацифисты, живут прекрасно, жуируют, сидят в интернете, в кафе, болтают, только потому что за них гибнут войны. В той или иной степени. Ну, сейчас конкретно. Это первое. Второе. Мы действительно, и об этом надо говорить прямо, я уже немножечко говорил об этом в кулуарах, а теперь уже начал говорить прямо, мы подуспокоились в прошлые десятилетия, решив, что в принципе ядерная война, вообще война большая невозможна. Но ядерный щит без меча не работает. Сейчас нужно менять ядерную доктрину, идти, и я надеюсь, что, конечно, с запозданием, но все-таки мы сумеем, изменив доктрину, а также предприняв целый ряд шагов по лестнице, сдерживание, устрашение и отрезвление наших противников, мы сможем предотвратить применение ядерного оружия. В мире идет землетрясение. Будет возникать через 5-10 лет, 15, огромное количество конфликтов. Если мы не вернем отрезвляющую роль ядерного оружия в мировую систему, а мировые элиты забыли об этой роли, которая заставляла всех 70 лет вести себя прилично, относительно прилично, то мы обречем и мир на Третью мировую войну в горизонте уже в ближайшую десятилетие. Поэтому я считаю, что, к сожалению, нам нужно, наверстывая упущенное, менять и доктрину, и многие свои подходы. После того, как увидели, что, ну, де-факто, ни Чернобыль, ни Фокусимы не стали бедствиями, парализующими волю, то возникло ощущение, что, ну, ядерное оружие – это всего лишь один из типов, которые вполне можно использовать. У вас в статье очень точно написано, что если использование тактического ядерного оружия будет очень локально и очень ограничено, то это, наоборот, может открыть двери для применения ядерного оружия. То есть здесь я сразу вспомнил Макеавелли, что если уж совершаешь, то совершай парализующую волю действия. А если не можешь такое совершить, то не начинай. Я надеюсь, что нам не нужно будет начинать. Действительно, молю Богу, чтобы нам не пришлось это делать. Но также точно знаю, что если не общество и просто страна не будет готова к этому шагу, мы обречены на долгие годы войн, а потом мир обречен на Третью мировую войну. Поэтому я считаю, что, может быть, опять, как и во многие исторические периоды, на Россию возложена историческая миссия спасти человечество. По-моему, о применении ядерного оружия на Украине говорили только американцу, провоцируя нас, возможно, на то, чтобы мы действительно применили, что было бы верхом безответственности, глупости и изверства. Да, к сожалению, для того, чтобы встряхнуть, нужно угрожать применением группового ядерного удара по ряду стран Европы. Есть аргумент, что американцы спишут и европейцев уже. Ну, тогда, опять же, мне не хочется пугать никого, но я уже напубликовал это в статье, поэтому могу сейчас повторить. Ну, тогда, во-первых, есть еще такие простые вещи, как нанесение удара по американским базам. Там десятки тысяч американских военнослужащих ядерных ударов. Сейчас действительно мы имеем дело с удручающе быстро ухудшающейся качеством американской элиты. В Европе уже просто ничего нет. Но дело все в том, что, учитывая ближайшую тенденцию, можно ее быстренько, конечно, обсуждать, через 3-4-5-8 лет пока будет хуже. Поэтому прервать нужно довольно быстро. Какие конкретные должны быть шаги, чтобы Запад понял, что мы не шутим? Тем более, что у нас окно возможности не такое большое. Пока есть преимущество в стратегических ядерных силах за счет того, что у нас гиперзвук есть, а у них пока нет. Вы знаете, во-первых, это, конечно, со временем уйдет. Это преимущество важно, но не столь важно. Важнее то, что просто еще 3-4 года ведения этой войны. Ну, зачем нам еще убить десятки тысяч своих лучших мужчин? Они сражаются и правильно сражаются. И, может быть, они показывают нашу волю к борьбе и к победе. И я не исключаю, что в конце есть такой маленький расчет, что Запад дрогнет, понимая, что он не выиграет эту войну до того. Нужно определить, кстати говоря, уже в нашей государственной доктрине, такую простую вещь, что НАТО является союзом бандитов, агрессоров, которые наказанно совершили несколько агрессий. И которые совершенно хотели, хотя эта бандитская группировка, хотели расширить зону своего контроля, к чему мы противодействуем. Мы воюем на Украине не против украинцев. Мы воюем против этой бандитской группировки. Нужно сказать, что НАТО враг. И чтобы они это знали четко. И что страна, которая вступает в НАТО, становится автоматически врагом и первоклассной целью для ядерного удара. Мы этого не говорили до недавнего времени. Это было неправильно. Но главное просто нужно прямо говорить обществу, что, друзья мои, мир разваливается, что неизбежно, если мы не будем действовать решительно и прямо, неизбежна Третья мировая война. И что наша задача – спасти наше Отечество и спасти мир, как мы уже спасаем мир от западного ига, подрубая основы западного господства, которые 500 лет зиждились на его военном превосходстве. Нужна новая идея России. Мы пока еще колеблемся, не испугаем ли мы общество, сказав ему правду. Я думаю, что ему нужно начинать говорить правду. Что мы находимся в ситуации мирового землетрясения, что нам брошен экзенциальный вызов, на который мы запозданием немножечко ответили. И что если мы не будем действовать прямо и жестко, то мы можем тяжко пострадать, а потом еще и получить мировую войну, всеобщее уничтожение. То есть не только унижение, но и разгром. Вы затронули тему предназначения русского народа и вот этого главного подхода. Что есть русская идея? Ну, это довольно для меня легко сформулировать. Ну, во-первых, русский народ – это народ богоизбранный. Во-первых, наша задача – это улучшение самих себя и задачи государства и общества. Это улучшение русского человека. И, наконец, у нас есть действительно всемирно-историческая задача, без которой мы, во-первых, вообще жить не можем. Кстати говоря, без такой задачи великие страны не выживают. Во-вторых, задача совершенно очевидна – это освободить мир от гегемонизма любого, чем мы занимаемся, достаточно эффективно подрубая военные основы западного ига, и освобождая страны, и дая им возможность развиваться. Во-вторых, мы уничтожаем конкретное или подрываем конкретное западное иго, и, в-третьих, наконец, мы, народ мироносец, мы несем мир. И война на территории Украины, военные действия на территории Украины – это ведь война за предотвращение большой мировой войны, и мы должны об этом прямо говорить. К сожалению, кто кроме нас? Наши китайские соседи и друзья пока не готовы еще к такой роли. Может быть, через 5-10 лет они будут готовы. Но мы же не знаем, что будет через 10 лет. Нам нужно уже сейчас заложить основы для будущего миропорядка. Никто, кроме нас, это сделать не может.